Продолжение следует... Возникает закономерный вопрос, что раньше пациенты необоснованно находились на стационарном лечении и впустую тратились бюджетные средства, бюджетные площади. Оплата за законченный случай привела к повышению эффективности использования фондов общественного здравоохранения. Но возникла иная проблема. Людьми всегда движутся экономические интересы, получение блага, дохода иного какого-то вознаграждения. И высокий оборот койки привел к тому, что возникла проблема, откуда брать пациентов для получения дохода в рамках обязательного медицинского страхования. И московские врачи нашли выход через приобщение пациентов с улицы. С точки зрения интересов государства это хорошо, потому что большее количество пациентов меняют свое состояние здоровья в лучшую сторону. Но с точки зрения интереса фонда обязательного медицинского страхования возникают повышенные обязательства за увеличенные объемы оказания медицинской помощи. И возникает противоречие между распределенными объемами для стационаров и теми реальными повышенными объемами оказания медицинской помощи, которые были выполнены за счет изменения системы оплаты за законченный случай. Представленная информация, на мой взгляд, свидетельствует о том, что у общественного здравоохранения, в том числе у медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь, имеются громадные резервы для повышения экономической эффективности. Какие меры может принять государство, как ответ на обозначенную проблему? Прежде всего, можно сократить количество стационаров. Оставшиеся за счет изменения системы оплаты смогут более интенсивно заниматься лечением пациентов. Вторая составляющая. Пустые койки использовать для оказания платных медицинских услуг. И третий вариант, которым не видится наиболее перспективным, с точки зрения интересов обязательного медицинского страхования, снизить оплату за законченный случай. Это придет к тому, что придется больше оказывать медицинской помощи, принимать пациентов. Соответственно, вырастет нагрузка на медицинский персонал. А медицинскому персоналу это однозначно не нужно. Он хочет работать качественно, соблюдая требования безопасности оказания медицинской помощи. Вот такие проблемы появились в московском здравоохранении. Могу предположить, что данная проблемная ситуация будет иметь место или уже имеет во всех субъектах Российской Федерации. И органам управления здравоохранения, да и самим медицинским организациям к разрешению данной проблемы нужно быть готовым. Продолжение следует...